Капец, друзья, нас поперли из отеля. Вот чемоданы, но мы с Жекой ничего не сделали. У нас просто закончилось время проживания в этом отеле. Время покидать уже Royal Albatros Moderna и переселяться в следующий отель. Следующий отель называется Regency Plaza и по факту от этого отеля до следующего по дороге идти примерно километр. Мы, конечно, обычно перемещаемся из отеля в отель на трансфере. Такси, машина, вот эти все дела на маршрутке я бы не рискнул на местной. Но здесь реально идти недалеко и мы желаем с Жекой проверить одну штуку. Вы же знаете, как в Египте очень часто пристают таксисты, когда ты просто идешь по улице, говоришь «Я гуляю, я хочу погулять», а не «Бип-бип-бип-бип-бип, садись, подвезу». А вы представляете, сейчас два туриста идут с чемоданами. Интересно, сколько таксистов около нас остановится. Вот такой интересный квест мы себе с Жекой придумали и заодно спросим, сколько таксист захочет за поездку длиной в один километр. Мы-то знаем, что по факту здесь можно предложить доллар и вас спокойно довезут. Но заодно узнаем аппетиты местных таксистов. Так, первым делом к нам подошел таксист в отеле, но я его в расчет не беру. Это уже следующий к нам подходит. Нет, спасибо. Так, что-то какой-то нерыбный день. Где таксисты? Обеденный перерыв. Около отеля и все? Счета, наш план пока что накрывается медным тазом. Машин нет. Вообще машин нет. Я понимаю, что мы живем почти жили уже на окраине Напка, но все равно. Эх, такой нам план загубили. Реально идем ни единого таксиста. Вообще ноль. Даже намека. Ну камон. А нам осталось идти буквально метров 200-100. Зато, когда на днях мы шли за сим-картой, через каждое 100 метров, около нас останавливался таксист и постоянно нас зазывали. Причем некоторые даже сдавали назад. Получается, как по встречке. Короче, сейчас на часах сколько там? 13.20. У них, походу, у всех обеденный перерыв. Увы. А тем временем мы уже пришли и дорога у нас заняла аж 9 минут. Вот уже вход на территорию отеля. Сейчас ищем лобби, ресепшн и заселяемся в следующий отель. Документ ваучер отдали. Нам сказали, смотрите, сейчас пол второго. Можем вас либо сразу заселить, а потом вы пойдете на обед. Но непонятно, как бы быстро нас заселили в номер. Потому что обед вроде бы до 14.30, я так понял. Он сказал, что час еще остался. Либо же можно покушать, а потом уже заселиться в наш номер. Ну, мы решили сначала сходить на обед. Муха, прицепуха, уйди. Так вот, сходим на обед, потом заселимся. Не знаю, какой нам номер дадут, но я уже увидел на ресепшне. Теперь муха пристала к моему оператору. Капец просто. Так вот, на ресепшне я увидел. Табличка, можно повысить уровень номера. Стоит это 15 баксов с человека в сутки. Получается, за двоих 30 баксов в сутки. И минимальный заказ вроде бы 3 дня. Но мы посмотрим, что нам дадут и так. Вот, по нашему ваучеру. И обязательно все вам покажем. А пока идемте на обед. Я понимаю, что мы только въехали в отель и еще толком ничего не видели. Но по первому впечатлению, что-то на 5 звезд не тянет. Я сужу хотя бы по обеду. Вот за моей спиной вы по факту видите всю зону выдачи еды. Набора еды. И ассортимент здесь не очень прям шикарен и огромен. Либо нас разбаловал альбатрос, потому что там много ресторанов. Но там даже хоть и много ресторанов, но наименований еды тоже было больше. А здесь, ну мы прошлись. Ну взял я себе какое-то мясо на гриле, котлетка, мусака, картофель, чипсы и овощи. Конечно, там еще есть наименование, но бедненько, бедненько. Чтобы не быть голословным, давайте я быстро покажу ассортимент. Рис, тушеные овощи, макароны запеченные, бургеры с мясом. Вот это, кстати, норм по вкусу. Мне понравилось. Мусака тоже вкусная или вкусная. Курица. Картофель. Пицца. Цветная капуста. Рыба. Немножко булочек. Здесь жарят чипсы. И осталась последняя стойка. Сладости и фрукты. А также набор салатов и овощей. В общем, на мое субъективное, объективное мнение, что-то не дотягивает на пятерку питания в этом отеле. Но я посмотрел только что в базе, сколько обойдется Реджинси Плаза 5 звезд, напоминаю, на 7 ночей с вылетом из Киева на двоих на ближайшие даты. И получается 885 баксов. Дешевле, нежели Альбатрос, Ройал, Модерна, там было 1282. Но вы знаете, зачем писать 5 звезд? Ну, это какие-то завышенные ожидания, получается. Напишите 4 звезды, я буду сюда ехать и понимать, что это обычная четверка. А так, получается, нарисовали 5 звезд. И, наверное, человек, когда смотрит туры, думает, блин, есть Альбатрос за штуку 200. И есть Реджинси, тоже пятерка за 880. Выберу то, что дешевле. А по факту приезжаешь и отличие просто налицо. И это мы еще не видели, какой будет у нас номер. Может все исправится, либо же ситуация ухудшится. Сейчас узнаем. Итого, вот такой нам выдали стандартный номер. В наличии имеются две полуторные кровати. Правда, матрасы, конечно, здесь капец какие жесткие. Видимо, будем ровнять спины. Дальше, кресло есть, столик, еще один стол, зеркало, мини-телевизор. Мини-телевизор. Тумбочка. Здесь холодильник. Просто холодильник. Пустой холодильник. Но две большие бутылки воды. Чайник, кофе, чай. Шкаф. Здесь плохо видно, но вешалки есть. С сейфом снова засада. Сейф есть, нормальный, полноразмерный. Заперт. Кода мы не знаем. А, опять эррор. Спасибо, нам везет. Снова будем обращаться на ресепшн. И еще, конечно же, санузел. Унитаз. Вот такое большое зеркало. Умывальник, фен. Еще одно зеркало. Ванная, душ. И, наконец-то, хоть в этом номере у нас есть балкон. Ура! Расположились мы на первом этаже. Вид у нас на... Это, походу, уже соседний отель. Да. По-любому, да. Дорога какая-то. Ну, да, вид не очень. Тем более, мы располагаемся, типа, как... Ну, не вторая линия отеля, но ближе к дороге. То есть, к морю нам надо идти. Единственный момент, который нас радует... Вот, видите, искусственная пальма. Там находится антенна сотовой сети. Так что видосы отсюда будут грузиться быстрее. И на том спасибо. И да, столик, стулья есть. Ну, грязноватая. Ну, что ж поделаешь. Еще, во время получения номера, мальчик на ресепшене сразу же сказал. У вас там стандартный номер. Он далеко. Может, хотите повысить уровень? Мы говорим, то есть, 30 баксов в сутки на двоих? Ну, да, 30 баксов. Мы типа, да не. Ну, ладно, давай 20 баксов. Мы все равно отказались, потому что стало интересно, какой же стандартный номер нам выдадут. Тем более, мы живем всего по несколько дней в каждом отеле. И, в принципе, вы знаете, нам будет предостаточно. У нас есть балкон хотя бы по сравнению с Альбатросом. А остальное, ну, в основной комплект все есть. Ну, разве что не работающий сейф. Ну, думаю, порешаем. А свое мнение об этом номере и вообще первое впечатление от отеля обязательно напишите в комментариях. Интересно будет почитать. Вот и наш корпус, в который нас поселили, просто на другую сторону. И находится он сразу же около аквапарка. Здесь как раз, ну, не дневная анимация, просто играет музыка около бассейна. Бассейн этот 150 сантиметров глубиной. И в плане температуры я чуть позже вам все расскажу. Но пока что бассейн холодный. Этот точно не подогревается. Но проверю сейчас в соседний, потому что вот именно там люди отдыхают. Видимо, все-таки будет потеплее. Потому что, как видите, здесь нет ни единой души. Судя по тому, что здесь купаются дети, явно бассейн теплый. И сейчас мой многометр. Да, водичка потеплее, нежели в предыдущем бассейне. Точные показатели скажу чуть попозже, когда ко мне присоединится мой помощник дельфин. А пока вот вам ближе покажу аквапарк. Правда, странно, почему здесь никого нет? Почему никто не спускается, не катается? В предыдущем отеле Альбатросе прям популярное место было аквапарк. Постоянно кто-то спускался, а здесь нет вообще, видите, ни души. Придется, наверное, завтра нам с Жекой вот здесь развлекаться, чтобы показать пример другим отдыхающим. А тем временем погода в Напке никак полностью не наладится. Да, ветра я сильно на территории отеля не ощущаю. Возможно, конечно, меня прикрывают корпуса. До моря мы еще не дошли, посмотрим, какой ветер там. Но вот солнце пропало полностью. Вообще даже признаков нет. По виду мне даже кажется, что, возможно, пару капелек дождя даже мы увидим в Шарм-Аль-Шейхе. Вот такая сейчас погода именно здесь. Но напоминаю, если вдруг во время вашего отдыха подобным образом испортилась погода и не совсем пляжный отдых, всегда можно отправиться на экскурсию. А заказать экскурсию можно на сайте Империя Туризма. Ссылка есть в описании. По поводу интернета в отеле Regency Plaza. Вот корпус лобби. И на ресепшене я спросил, есть ли бесплатный Wi-Fi. Мне сказали, бесплатный Wi-Fi только около витамин-бара. Вот он перед вами. И я стою уже как бы около него. Но ничего халявного я не вижу. Есть две точки Regency и Regency Free, но они запарольны. Нужно логин и пароль, чтобы пользоваться интернетом. И эта услуга здесь платная. То есть, если вы желаете посидеть в лобби, почитать свою ленту, загрузить фото, то за это нужно будет заплатить денежку. Сколько стоит такое удовольствие, не знаю. Лично меня это не интересует, поскольку я пользуюсь мобильным интернетом. И вам советую. По прилету в Египет сразу покупаете хотя бы минимальный тариф. И вы не будете привязаны к территории отеля, к бару какому-то, к лобби. Везде, повсюду будете на связи. И вот я подошел поближе к витамин-бару, прямо на его территории. И никакого бесплатного Wi-Fi я здесь не увидел. Ну, точка Regency Free. Regency бесплатно есть, но все равно просит логин и пароль. И вы знаете, я вот гуляю по территории отеля. А где все люди? Ну вот, смотрите. Где люди? Я как бы в относительно центральной части отеля. Такое ощущение, что здесь от силы человек 10-20 отдыхают. Не, их явно больше. Мы же были на обеде, мы видели. Люди, ну, не толпу, ну, люди есть, но все равно как-то пустовато, пустовато. Вы знаете, я все дальше и дальше гуляю по территории. И она мне нравится. Такая зеленая, красивая, классная. Прям реально зашло. Сапель. Посмотрите, сколько цапель. Реально, в некоторых местах цапель больше, нежели отдыхающих. Не знаю, где все люди. Вот если бы этот отель написал у себя в названии, что это 4 звезды, лучше бы было. Лично мое мнение. Первое впечатление, пускай бы это была твердая четверка, нежели вот эта натянутая пятерка. Хотя, возможно, я просто мало здесь еще провел времени. Это все-таки только первый день, первое впечатление. И я еще найду нюансы и моменты, после которых скажу, таки да, это пятерка. Но пока что 4. Но твердые 4. Добрался я уже до отельного пляжа. И вы знаете, на открытом пространстве таки ветер уже не такой сильный. Обычный такой морской ветерок. По морю так вы видите, да. Рябь небольшая есть, но по сравнению с тем, что было в предыдущие дни, это прям ляпота. Конечно, сегодня не удастся уже искупаться, потому что через 30 минут сядет солнце, которое мы не видим, потому что облачно. И понятное дело, что с пирса меня уже будут прогонять. Ну а здесь особо не покупаешься, потому что мелко. Но для этого у нас есть все последующие дни. Это только первое знакомство с отелем. И на пляже тоже. Где люди? Где все люди? И вот на такой положительной ноте, что погода в Напке постепенно вроде бы налаживается, по крайней мере, что касается ветра. Может быть завтра этих всех туч уже не будет? Будет солнце, и мы будем купаться, загорать, изучать подводный мир Красного моря. Наконец-то! Это вы все уже увидите в следующем выпуске. И вот чтобы его не пропустить, обязательно подписываемся на канал, лайк, колокольчик и снова скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...